Что происходит, нас убаюкивать не надо, мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит, Валерий Павлович. Мы очень хорошо это видим. И потом, я не знаю, как вы, но мы же методически читаем, цветных революций так называем. Более того, что к методическим цветных революций это особенность. Об этом мы будем говорить сегодня Минобороны. Эта особенность заключается в том, что уже появились элементы внешнего вмешательства. Об этом мы там поговорим. То есть то, что я говорил, фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. И надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. И знаете, вот некоторые россияне, я смотрю, там слишком умные, начинают кричать, там вот Беларусь, там так, не это. Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси, это не меньше, чем защита сегодня всего нашего пространства, союзного государства и пример другим. Если беларусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились. Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Я же понимаю тех, кто координирует и направляет. И вы видите, иногда работают профессионально. Постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я вот сейчас публично хочу сказать, заберите. Вот нашли, заберите его. Понимаете, у меня в Беларуси собственности нет. Кроме резиденции официальной, где я живу, в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера. Оказывается, я умер, не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это вот настроение подлинное. Не получится. Мы этого допустить не должны. Отмечу вопрос национальной безопасности. Сегодня будет обсуждаться в Центре стратегического управления Министерства обороны с участием президента. Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Об этом он заявил сегодня на совещании во Дворце Независимости. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что главный вопрос касается администрации президента. После избрания главы государства правительство слагает свои полномочия. Сейчас необходимо выверить все нюансы. Пока же прежняя управленческая команда продолжает свою работу до формирования окончательного состава правительства. Я хочу иметь в виду, что мы же накануне, задолго, наверное, за год, за полгода народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выбора. Поэтому я тут понимаю, что в основном правительство сформировано. Сформировано. Да. Ну, может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с председателем правительства, Романом Александровичем Головшенко. Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы это юридическую силу имело. Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести. Еще одна тема встречи – работа экономики. Не допускать ее падения – стратегическая задача. Мир переживает непростые времена. Это отголоски пандемии, геополитическая ситуация. В первую очередь от трудовых коллективов наших промышленных гигантов зависит будущее Беларуси. Александр Лукашенко уже в понедельник лично планирует посетить завод колесных тягачей, чтобы ответить на все вопросы, которые сейчас волнуют сотрудников. Что касается работы экономики, наиважнейший вопрос. Ну, понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте и так далее. Я на этот счет уже высказался. Кто-то хочет бастовать – пусть идут бастовать. Но на заводах им делать нечего. Поэтому надо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили рабочих. Не надо давить ни на кого. Ни в коем случае. Просто надо им это сказать. Присмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет. Потерять хотят работу и предприятия? Потерять. Дальше они не восстановятся. Мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители своими коллективами разбираются. Если надо, наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там. Не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы. Понятный вопрос. В понедельник я буду на МЗКТ. На эти вопросы они услышат мой ответ.